Свет в конце тоннеля Свет в конце этого ужного тоннеля Ой! Ой! О, не жарко, да? О, ну слушай Друзья, что-то прохладно Всего 17 градусов И прям ветерок такой нормальный А народ вот ходит в шлепках, например А мы, северные люди, нам холодно А южные люди в шлепках Вот и думай Слышали, ребята, по-русски говорили Так что мы не одни здесь сторонно русские Живем Ну вот чем дольше идешь, тем становится теплее У нас веранды, похоже, открыли Смотрели Мне вот это, кстати, нравится Вололу А вот сними Уэн Грецкий ресторан Это, они, наверное, знают Это хоккеисты здесь Здесь, как в Канаде Уэн Грецкий Это его сеть ресторан Так, ну что, я так понимаю А вот там вот дальше Пиццерия находится И где вы видите Очередь Или что это? Очередь, да? Пицца Мустика, да? Там была раньше очень вкусная пицца А теперь они последний раз мы заказывали Они испортились И мы больше не их фанаты Уоллбургерс Уоллбургерс это Обычная сеть бургерная Типа Макдональдс или Бургер Кит Но это марка Уоллбургер О, это, кстати Это Марк Уоллберг владеет Вы знаете такого беспонтового актера Который плохо себя ведет всегда Вот это его бургерная Фу, мы не любим его А я поддерживаю Он, дорогие друзья, агрессивный Вот, кстати Смотрите, хотите посмотреть Сколько стоит жилье в Торонто И посмотрите Почти все солд, солд, солд Вот это недалеко Здесь Blue Jays Это следующая улица И вот смотрите Семьсот пятнадцать тысяч долларов канадских. Эспланада, это ближе туда, вот вниз, куда мы идем, ближе к воде. Один плюс один, когда написано, это один плюс Дэн. Дэн, это такая комнатушка, куда вы можете поставить стол, например. И, ну, это как кабинет Дэн. Вот, салт, шестьсот семьдесят восемь тысяч. Эспланада, Кингсвит Уэст, это здесь рядом. Кингс-Падайна, почти пятьсот тысяч. В общем, вы поняли, да? О, вот это вообще миллион двести тысяч стоит. Охренеть. Миллион двести. Если вас интересует томат, вот, миллион сто пятьдесят, например, стоит. То три бедром и один дэн. Так, фотки. Килл Роджерс, это что-то Килл Роджерс, это что-то, что-то я не знаю, где это. Вот, а вот веранду открыли, и народ сидит в Уэстерс. Мы смело движемся по направлению к набережной, в Уэллингтон. И вот там вдалеке вы видите Роджерс, дворец Роджерс, где проходят всякие спортивные соревнования. И вот Торонто Блуджейс написано. Это наша самая известная баскетбольная, баскетбольная? Я баскетбол с бейсболом буду. Бейсбольная команда. Пойдемте. Вот там вот, смотрите, вот это отель. Это отель Сохо. Здесь находится и отель, и резиденция. То есть вы можете, по идее, здесь купить квартиру. А вон там я вижу большой кошкин дом. Мне это нравится. Вон там вот кошкин. А вот там вы можете видеть розенького Мишку, классного. И у меня в инстаграме есть с ним фотография. А здесь вы можете видеть парковку, на которой, будьте уверены, в ближайшем будущем появится новый кондо. Кондо это жилой дом. Все парковки выкупаются и строятся новые жилые дома. И что самое страшное, они постоянно сносят старые дома. Вот эти вот красивые, красивые, именно старинные дома, которые я вам показывала один, которые они сожгли. Потому что владелец не соглашался продавать дом. Я вам показывала в прошлом влоге. И они сожгли этот дом. Это уже не первый случай был. И на месте его будет новый жилой комплекс. А вообще вот парковки выкупают. У некоторых владельцев такие большие балконы, что они себе там, вон, смотрите, деревья целые, сады высаживают. А если вы посмотрите вот сюда, то вот здесь Сиэрн Тауэр находится, на общем, на фенитре. Мы были наверху, и мы были там с экскурсией. И плюс вот там наверху, где кругло, вот это вы видите, объект, там находится ресторан 360. То есть, когда вы сидите там, он вращается вокруг своей оси. И мы там ели кролика. Как сейчас помним. Ресторан посредственный и очень дорогой. С плохим довольным сервисом официантским. В Канаде, кстати, очень много собачников. И в основном здесь любят собак. У нас в России любят кошек, а здесь любят собак больше. И больше заводятся ванны. Слушайте, мне надо устраиваться уже нашим людям экскурсии проводить. Как считаете? Интересно я рассказываю или нет? Ставьте лайки. Ставьте лайки, если согласны. Слушайте, ну погода, конечно, классная. Вот плюс 17 градусов. Мы сначала вышли, так немножко чили было. Но сейчас, когда вот идешь, у меня вообще классная. Мексиканское заведение. Пурито. Мы обожаем. Мы с каждым пиццей. О, наша пицца Питка. Помните, я вам в влогах показывала, мы пиццу заказывали. У них самые лучшие куриные пылышки. И халапиньо-поперы. Но не пицца. Пицца. Ну, мне нравится. Но это, конечно, не ресторанная пицца. Это такая, как бы сказать, на каждый день, да? Так, что мы дальше? Куда будем показывать? Ой, а вот смотрите, вот такие арты очень популярны. Почти на каждом... А вот это что такое? Что за ящик? Трансформатор или как это называется? Они почти все разрисованы. У нас есть знакомая японская девочка. Она артист. То есть она художник. И она вот разрисовывает такие всякие трансформаторы. В том числе. А еще вот вы видите Тим Хор. Так, не знаю, что я. Высок перемещаешься. Тим Хор. Это самая популярная кофейня в канале. Тим Хор. А раньше была канадская, но потом ее американцы выкупили, как и все, в принципе, в этом мире. Вот уже мы совсем близко подходим. Рабая, 24 часа. Это... Как это сказать? Конвиниенс. Как это сказать по-русски? Конвиниенс. Вот такой магазин, в котором продается... Всякие самые необходимые вещи. И... Сэндвичи. Всякое такое. 24 часа. Я просто, извините, мысль потеряла. Там сидел бездомный человек. И у этого раба. И я всегда теряюсь, когда они сидят и неудобно становятся. Не знаю, почему. Не знаю, почему. Не знаю, почему. У меня как-то не по себе становятся. Но почему. А вот смотрите. Вот. Мы уже подходим. Это достопримечательность Торонто. Это фанаты. Баскетбольные и бейсбольные фанаты. Баскетбольные. Бейсбольные. Ну, здесь же не только бейсбол проходит. Только бейсбол. Сейчас мы поближе подойдем. Посмотрите получше. Вообще, конечно, Торонто постоянно строится. Куда бы вы ни посмотрели, везде идут новые стройки, новые жилые комплексы возводят. И эти квартиры расходятся все очень быстро, как ни странно. Хотя мы вам показали, какие цены. Как горячие пирожки разлетаются. Вот здесь, вот сейчас вы увидите, вот это называется GoTrain. Это пригородная электричка. Она двухэтажная. И она соединяет главный наш город Торонто с пригородными маленькими городишками, где, кстати говоря, живет большинство людей. Так как в Торонто жить дорого в центре. И большой дом здесь вам понадобится больше миллиона долларов. Казахский дом. Это розырс-центр. Розырс-центр называется. И вот такие прикольные фонарки. Прямо-изверь месяц кричат. Погода. Просто вообще. Опа-попа. Кстати, мы когда едем в аэропорт, когда мы летим на острова... Шутка. Вот оператору не понравилось, что я так сказала. Просто даю вам знать. Мы едем вот по этой дороге, и эта дорога ведет в аэропорт. Как бы туда и вот туда. До аэропорта ехать 920 недолго. Это не как в Москве. Два часа добираться почти. Мы, кстати, до того, как началась вся эта карантинная, значит, война, мы были на игре, на классной. Это был... Я забыла, что это было. Хоккей? Хоккей. Это было так давно, что я уже забыла, что это было. Это был хоккей. У нас были очень классные места, но нам эти билеты подарили. Если бы билеты не подарили, мы бы, наверное, никогда туда не пошли, потому что билеты стоят крайне дорого. Не меньше 250 долларов. Оператор килает, что я все правильно говорю. И, значит, игра интересная, но самое интересное, это не игра, да, сама, как они там в тишине ездят и пытаются забить. А самое интересное, самое интересное, это когда люди болеют. Вот как вы видели вот этих фанатов на балконе, вот это самый кайф. Когда люди болеют, их показывают по большому телевизору, экран такой там большой, вы, наверное, видели в американских фильмах. И вот этот вот дух, заряд бодрости, заряд энергии, который все получают, это непередаваемый кайф. И ради этого все, конечно, приходят. А саму игру, конечно, лучше смотреть, наверное, по телевизору интереснее. А смотрите, какой я вообще сейчас интересный факт расскажу. Когда показывают вот этот большой телевизор, и людей на нем рэндом, то есть вы можете сидеть в зале, и вас могут показать. Мы сидели, и раз, показали, Джастин Бибер был с нами в зале. Вот такой вот, мы были немножко удивлены. Но вот такой вот интересный факт. Джастин Бибер с каким-то другом сидел на балконе. Никто не мог понять, где он именно сидит. В таком секретном месте он был. Выглядел скучающим. Кстати, вы узнаете мой костюм, который я вам показывала в одном из моих видео. Это мой Asos, самый любимый, который фиолетовенький. Я вообще его постоянно ношу, и с удовольствием. Ставьте лайки. Ну, хватит. No pressure, guys. No pressure. А вот это вот, смотрите, такие ракушки красивые. Это тоже с Asos, но я вам их еще не показывала. Я вам в следующем видео их тогда покажу, расскажу. Красивые ракушечки. Мне очень нравится в последнее время, как мы стали ездить на острова. Да-да-да. Смотрите, смотрите, оператору мне нравится, когда я это говорю. Но мне нравятся все вот эти вот ракушки и так далее. И это, кстати, сейчас очень модно. И вот это сейчас мы находимся у воды. И это entertainment district. Entertainment значит развлечение. То есть мы находимся в районе развлечений. Говорят мальчики-буки, как вы, носит на земля. Дайте, что ли, карты-буроки. Погадай на крыше. Ну, мы же в entertainment district находимся, поэтому я и пою. Развлекаю вас, как умею. А это, кстати, над нами геймфлаги развиваются. Я знаю, кстати, что в России открыли, вот буквально на днях веранды, по-моему, открыли в заведениях. Поправьте меня, если я не пропала. Так что, если вы дальше будете... А, вот, кстати, смотрите, впереди это знаменитый аквариум Риквис. Это аквариум, мы там были, я была, по крайней мере, два раза точно. Ко мне мама в гости приезжала, мы с ней ходили еще. Там такой тоннель, и вы идете по нему, и над вами акулы плавают. Довольно крутой аквариум. Он, кстати, не так давно и открылся, несколько лет, да, он, наверное, лет пять. Так, ну что. Вот downtown. Вид такой, если дальше все идти, вперед-вперед-вперед, там будет Union Station, это вокзал, с которого вы можете уехать в аэропорт. И старый Торото. Старый Торото нам тоже очень нравится, там классно. А здесь мы как бы вот находимся в молодежной части, так скажем. Ну вот мы у подножия Сиэн Тауэрт. Смотрите. Она большая и грандиозная, конечно же. Мне кажется, она больше, чем та в Берлине, да? Да, мы были в Берлине, у них тоже по такому же типу есть башня, но это больше на разной части. А в Ванкувере, наоборот, меньше. В Башне. Все тогда, ребята, вы, наверное, знаете, что и так было много информации всякой, поэтому в следующий раз продолжим наши экскурсии, кому интересно будет. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Орел и решка, я I'm available. Шутка. И всем вам хорошего настроения. Желаю. Я, мой оператор, он мне помог сегодня. Большое ему спасибо за это. И увидимся в позже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok